31 год Лу Саваризу и 48 Джорджу Форману. И это действительно большие тяжеловесы. Джордж Форман где-то порядка 195 сантиметров роста. А Лу Саваризу еще выше. Никто не понимает, что Форман совершенно феноменальный боксер и феноменальная личность. И успех Формана базируется на его фантастической психологической устойчивости и просто без всяких преувеличений чудовищной силы. Джордж Форман к этому бою подошел в весе 112 килограммов. Лу повыше его, но полегче на 10 килограммов. Правда, руки у него длиннее. На целый дюйм. То есть на 2,5 сантиметра. За мощным плечом Лу Савариза мелькает знакомая уже вам физиономия Томми Геллахер. Знаменитый тренер. Правда, знаменитый не своими достижениями, а тем, что он долгое время работал с нашими боксерами. Вы должны его помнить по прошлым программам о Сергее Кобазе и Сергее Артемьеве. Я вот думаю, а может быть нашим ребятам больше бы повезло, если бы они попали в руки какого-нибудь другого тренера. Ну, это так, к слову. Я думаю, что при наличии огромного количества жителей Бронкса, Бруклина и Нижнего Манхэттена в этом зале, симпатии публики скорее будут на стороне Лу Савариза. Между прочим, прекрасный послужной список. Видите на экранах. Ни одного поражения, ни одной ничьи. Там же мелькают и усы знаменитого промоутера соперника Дона Кинга, Цедрика Кушнера. Что бы то ни было, а я абсолютно убежден, что с материальной точки зрения Лу Савариз уже победил. Боксируя с неизвестными противниками. А знаете, неизвестные противники – это маленькие деньги. Лу, по-моему, больше 10 тысяч долларов за свой бой никогда в жизни не получал. За этот бой он получит 600 тысяч долларов. Правда, против 4,5 миллионов долларов для Джорджа Формана. Цена популярности. Этот сильно бьющий священник привел с собой на бой и свой церковный хор. Вот под этакие духовное песнопение Большой Джордж двигается к рингу. Большой Джордж двигается к рингу. Да, тяжеловато и далеко не элегантно входит Большой Джордж в ринг. Все-таки скоро 50. В мировом боксе было много и есть еще много дутых величин. А дутая величина это то, что никогда не касалось Джорджа Формана. Он всегда был настоящим. Ну, сейчас тут представляют всех, кто связан с этим боем. Комиссионеров, супервайзеров, те, кто следят за правильностью ведения поединка. Судей, никого, кстати, не забывай. И те, кто отбивает время на гонги, и врачей. В общем, всех-всех. Субтитры создавал DimaTorzok Мне очень интересно, как организаторы этого боя выкрутились из своего положения. 12-ти раундовый бой. Он, как правило, вот эта формула 12 раундов действует только при чемпионских боях. Но это не официальный чемпионский бой. После того, как Джордж Форман был лишен титула чемпиона мира, он был назван газетами, журналами, поклонниками, просто народным чемпионом. Потом Всемирный боксерский союз признал его чемпионом мира. Но дело в том, что этот бой не проходит под эгидой Всемирного боксерского союза. Так что это чемпионский бой, но неизвестно по какой версии. 75 побед у Джорджа Формана и 68 побед нокаутом. Самый высокий процент нокаутов среди всех тяжеловесов. Правда, однако, и карьера его длится уже даже трудно сказать, сколько лет. Ведь он стал чемпионом Олимпийских игр еще в 68-м году, приехав в Мексику с 18-ю любительскими боями. Рефери тоже высоченный. Честно говоря, разнят двух таких огромных бойцов, как Форман и Савариз. Человеку средний комплекс и вряд ли удастся. Сразу хочу вас предупредить. Пусть вам не покажутся смешными некоторые движения Формана. Пусть вас не обманывает его медлительность, его толстый живот, его вроде бы неуклюжий шаг на ринге. Кто смотрит программу «Большой ринг», помнит, что случилось с чемпионом мира Майклом Мурером, когда на него обрушился этот правый прямой, который лишил всех надежд Мурера продолжать бой. Он так и не смог долго встать после этого удара. И еще. На протяжении всего боя присмотритесь к такой несколько старомодной защите Джорджа Формана. Он очень часто использует подставки и отбивы. Ему трудно уклоняться. Он слишком велик для этого. Но его могучие руки, тяжеленные предплечья настолько прочные, что в них увязают все удары, все комбинации любого противника. Лу, боксер, нам совершенно неизвестный. И будет очень интересно присмотреться к нему. Все противники Джорджа Формана получают одно и то же напутствие от своих секундантов. Не стоять перед ним, смещаться. Нельзя стоять фронтально перед Джорджем Форманом. Применительно к этой несколько неуклюжей технике большого Джорджа у комментаторов даже выработался такой жаргон. Правый удар Джорджа не называет бросить бомбу. Самая большая проблема у Джорджа это бросить ее вовремя и точно в цель. А между прочим, неплохой раунд для лусого рыза. Вот вам еще один пример могучего здоровья Формана. Он не садится. Отдыхает стоя. И рядом с ним слева легендарный тренер Анджела Данди, тренер Мухаммеда Али и множество других чемпионов мира. В этом есть своего рода ирония. Именно Анджела Данди в знаменитом бою, когда Мухаммед Али нокаутировал Джорджа Формана, в углу там был против Формана Анджела Данди. Стратег, тактик, разведчик. И вообще очень толковый, очень умелый и хитрый тренер. И сейчас он с Джорджем. Чувствуете, какая тяжесть в ударах старого Джорджа. Насколько мне известно, он от своей тактики не отступит. Это будет постоянное давление в течение всех раундов. Никто еще не видел Джорджа отступающего. ответная комбинация Савариза и удачно. Пока все неплохо для Савариза складывается. Единственное, что мне не нравится, что он пропускает в ответ вот этот вот тяжеленный джеб Форман. Интересно, и в молодые годы Форман делал как бы одну и ту же ошибку при атаке. Опускал правую руку перед тем, как нанести ей удар. Однако успевал поднять и попасть. И сейчас он так же действует. Смотрите, такой огромный парень, как Лу Савариз. И скорость у него повыше, чем у Джорджа. И однако удары его отскакивают от Джорджа, как от брони. Ха-ха-ха-ха-ха. Здесь Продолжение следует... Ну, как вам это нравится? Темп даже чуть повыше, чем в первом раунде. А Джордж все снова не садится. Тут разговор чисто деловой. Не теряй равновесие, говорит ему Анжело Данди. Только. Больше бокса, больше бокса советует Лусаварин. Ну, если перевести этот на нормальный язык, эту фразу... Не нужно упираться с Джорджем Форманом. Не нужно идти на размин. Нужно обыгрывать его. Ну, Джордж видал и более искусных боксеров, чем Лусаварин. Мы можем сейчас немножко заняться таким анализом. Достоинство. Ну, ясное дело, возраст. Высокий рост. И приличная скорость. Вот насколько она сохранится в течение боя. Это вопрос. Джордж невероятно опытный боец. Он умеет распределить свои силы на протяжении всех 12 раунд. Саварис обостряет бой. Что мне не очень нравится в этом боксере, это то, что он абсолютно невнимательен, когда выходит из фазы боя. Вот пример. Буквально проиллюстрировал сейчас Форман, что я прав. Достал двумя ударами в ответ. Еще что мне не нравится. Очень высоко стоит Саварис. Стоп, 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 стоп. Он не подсаживается вот даже в этой фазе, в ближнем бою. И смотрите. Снова, снова прессинг. Нужно быть очень уверенным в своей готовности, чтобы вот так резво начинать третий раунд. Идти в размен ударами с Джорджем Форманом, это никому не рекомендуется. Я думаю, даже Тайсон не посоветовали бы. Вы посмотрите, что сейчас будет. Форман проигрывает этот раунд. Ян. Саварис выкладывается. Здесь выкладывается. Очень опасно головой, между прочим, там они сталкиваются. Публика в восторге. И Форман сейчас снова пойдет к нему. И снова к нему, и снова давление. Ну, вы, наверное, представляете себе, как может ударить почти двухметровый боксер, да еще с такой скоростью, и с таким послужным списком, как Саварис. Саварис. Правый апперкот врезается в живот формами. Тот даже брови не повел. Несем первые потери. Рассечение. Маленькая. Маленькая гематома. А Томми Галлахер говорит ему, что зря он так уперся в этом раунде. Нужно быть быстрее. И смещаться, а не стоять перед Форманом. Используй свою быстроту, говорят мне. И немножко больше движения. Вот так проскакивает правый прямой Формана. Четвертый раунд. И снова Джордж Форман давит, давит, прижимает Савариза. Ему, конечно, трудно угнаться за противником, но, кстати, Савариза не бежит-то. По крайней мере, Джордж не сможет его упрекнуть, что Лу Савариз показывает ему спину во время боя. Снова действует в опережение Савариза. И снова Джордж возвращает все, что нахватал в этой атаке. Вот то, что я вам говорю. Видите, Джордж очень умело действует. Подставками. Выбирает. Выбирает цель. Удары эти очень тяжелые. Вы, наверное, сами чувствуете. Я уже неоднократно говорил, что даже если они в цель не попадают, они все равно, чтобы их сблокировать, требуется огромное усилие. А это сил отнимает. Потому-то и гаснут скоростные качества у боксеров к концу боя. Снова точный удар в туловище, в живот. И снова никакого воздействия на Джорджа это не оказывает. Да, это настоящий бой тяжеловесов. Лу Саварис использует свой шанс, свою удачу. Возможность показать себя всему миру и всей Америке. Многие никогда не относились к нему серьезно. Боксер, который успешно бил неизвестных противников. Боксер, который успешно бил, заходи в стороны, когда ты наносишь эти короткие удары. Не стой прямо. А Джордж, видно, из-за криков плохо слышит. Видите, даже ухо приблизил к нему. Интересно посмотреть на этот угол. Это же ходячая история. Я имею в виду угол Джорджа Форнера. Не увязай, говорит Анджело Данил. Бам-бам, два коротких удара и уходи оттуда. Да, умудрили заклеить бровь. Лу, пятый раунд. Соборец решил подвигаться и заманить в ловушку Джорджа. И даже удалось. Около бы мощи не хватило. Вот такой длинный, размашистый правый прямой, которым Джордж сейчас не попал, пронес ему немало побед. Вот так вот присмотритесь. Какой толщины левая рука, скажем, слабая рука Джорджа Форнера. Резкую, внезапную атаку Лу Савариза Джордж успевает погасить. Разгой, разгой, разгой. Видите, вот такая, боксик называется, двойная локтевая защита. Да, это уже звонок тревожный для Лу Савариза. Второй раз он попадается на эту комбинацию. Джордж как бы очень жестко и решительно наносит двойку, такую корявую, разворачивается в положении замаха для левого крюка и всаживает его со всей силы. Пока что это все идет в блок. Если это попадет в голову. Молодец, Савариз. Здорово он действует. Видно, что отдает все, на что способен, чем владеет и что умеет. Это, конечно, не звезда. Но мужества у него хватает. Слишком много драки, говорит ему Галлахер. Не нужно этого делать. Понятно, что он хочет больше бокса, как они говорят. Но Джордж не дает. Обрати внимание, не позволяй ему на себя наваливаться. Этот парень собирается на тебя отдохнуть, говорит Анжела Дэнди. Не давай смещайся по кругу. Вокруг него. Снова Джордж поддавливает. Снова преследует. Отбегаться от него не удастся. Но, собственно, Савариза не собирается этого делать. Единственный вопрос, хватит ли у него пороху выдержать это давление. Джордж, старше его на 17 лет. Рефери, что-то я не часто вижу на профессиональном ринге такие дела, чтобы читали лекцию во время боя. Кому рефери дает отдохнуть, догадайтесь сами. Я не думаю, чтобы Джордж в этом нуждался. Несколько истерично себя рефери ведет. И очень много разговоров с его стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как говорят американские комментаторы, в таких случаях похоже, что у Лу начинает кончаться бензин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Однако он еще очень остро действует в своих комбинациях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, какой темп. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для возрастных, в общем-то, боксеров, я имею в виду, в общем-то, когда говорю о Лусе-Варизе, хотя, в общем, мне кажется, что 31 год это боксер в тяжелом весе в самом соку, что называется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, здорово подозмотался уже Лук. Здесь совершенно вальяжная, эдакая спокойно-расслабная атмосфера, такая беседа неторопливая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... И вот следите внимательно. Обычно где-то в этих раундах, если Джордж вообще их доводит до этого, он уже перехватывает как бы стратегическую инициативу. И видите, он постоянно закручивает Савариза то, что ему советовал Анджело Данди. А отдыхать и дышать противнику не дает. Не дает ему оторваться от себя. Савариза, Савариза! Савариза, Савариза! Савариза, Савариза! Савариза, Савариза! И может быть, Лу и правильно делает, что он выходит на эту дистанцию и затевает возню с Джорджем. Это, конечно, попытка обреченную неудачу заставить Джорджа устать. Но нельзя находиться на удобной дистанции от Джорджа. То есть на дистанции правого прямого без шага вперед. Хороший раунд для Савариза. Он и сам это чувствует. Видите, вот подставочки Джорджа, от которых удары отскакивают. Правда, пропустил он длинный джеб, левый прямой. Они хотят, чтобы он действовал просто. Левый, левый, правый. Сильный удар правый. Сейчас я его подберу, говорит Джордж. Снова Брэзин. Ситуация будет повторяться. Сейчас это вообще изматывающая, конечно, борьба для Лоу Савариза. Посмотрите, вот этот вот левый прямой вроде бы легкий удар совершенно сотрясает голову Савариза. Раз за разом Лоу пропускает этот левый прямой. Странно, верно? Более молодой Лоу Савариз бьет быстрее, чем Джордж Форман. А Форман попадает чаще. Покажу опыт и чутье. Потрясающее чутье. Да столько-то боев на ринге. Помни-да. Продолжение следует... Очень ровный бой. Продолжение следует... Продолжение следует... Не получается... Совершенно измотанный Лу Саворис. Продолжение следует... 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 Не так-то просто попасть в Джорджа на ближней дистанции. И кажется, Лусаварис начинает терять уверенность, что он хоть разок сможет жестко пробить сквозь эти вот предплечья. Локти, плечи, которые Джордж подставляет. И заметьте, а Джордж в этой возне бьет на выбор. Меньше, но зато тяжелее. И снова, и снова этот левый апперкот проскакивает. Нет, вылезает Саварис в этих подставках. Действительно. А от этой защиты уже почти отвыкли на ринге. Видите, какой ловкий этот Джордж. Перехватывает блоком удар, закручивает руку. А главное, абсолютно хладнокровенно. Вообще-то я бы не сказал, что у Лууу есть основания вскидывать руки после этого раунда. Но хватало он прилично. Прекрасно, говорит Анжела Данди. Делаешь, что делаешь. Ничего менять не надо. Не разменивайся ты с ним, говорят в облах Савариза. Не торгуй ударами. Нам не нужно пропускать столько ударов тяжелых. Да, открытый бой. Публика в восторге. Если не считать Рэя Мерсера, Тайсона, Холлифилда, еще двух-трех бойцов. В тяжелом весе редко такие бои увидишь сейчас. Да, как Луу Савариз выдержал эту двойку, я, честно говоря, не представляю. Чистое было попадание сейчас. И лево, и право. Посмотрите, насколько быстрый Джордж Форман в двенадцатом раунде такого боя. Джордж не отдаст этот раунд, конечно. Продолжение следует. Продолжение следует. По-моему, рефери слишком разгорячился. Слишком часто вмешивается. Джордж верен себе. Последние полминуты, и он снова в атаке. Теперь Луу сбивает темп. Джордж сделал свое дело, и также равнодушно удалился в угол. Никаких приветствий, никаких объятий с противником. Абсолютно холоден и равнодушен. Народ негодует. Судьи, что долго разбираются с записками. Итак, разногласия судей. Джордж Аль Девитов, 114, 114, 113, Саварезе. Судьи, что-то, 114, 113, Саварезе. Дама судья дает Формуну. И какой-то Шафид Решад, я не слышал такого судью. 110 118 Джорджу Формену Скажу вам по чести Последнее Формену безобразие Не проиграл так сильно Саварез И тем не менее Еще долго поклонники бокса будут спорить о том Кто выиграл этот бой Но бой был хорошим И на этом всего вам доброго До новых встреч В руки какого-нибудь другого тренера Но это так, к слову Я думаю, что при наличии Огромного количества жителей Бронкса, Бруклина и Нижнего Манхэттена В этом зале Симпатии публики скорее будут На стороне Лу Саварыза Между прочим, прекрасный послужной список Видите на экранах Ни одного поражения, ни одной ничьи Там же мелькают и усы Знаменитого промоутера Соперника Дона Кинга Цедрика Кушнера Что бы то ни было А я абсолютно убежден Что с материальной точки зрения Лу Саварис Уже победил Боксируя с неизвестными противниками А знаете, неизвестные противники Это маленькие деньги Лу По-моему, больше Десяти тысяч долларов за свой бой Никогда в жизни не получал За этот бой Он получит Шестьсот тысяч долларов Правда Против четырех с половиной миллионов долларов Для Джорджа Формана Цена популярности Этот сильно бьющий священник Привел с собой на бой 31 год Лу Саваризу И 48 Джорджа Формана И это действительно Большие тяжеловесы Джордж Форман Где-то порядка 195 сантиметров роста А Лу Савариз Еще выше Никто не понимает Что Форман Совершенно феноменальный Боксер И феноменальная личность И успех Формана Базируется На его фантастической Психологической устойчивости И просто Без всяких Преувеличений Чудовищной силы Джордж Форман К этому бою Подошел в весе 112 килограммов Лу повыше его Но полегче На 10 килограммов Правда руки у него длиннее На целый дюйм То есть на 2,5 сантиметра За мощным плечом Если бы не попав Те кто следят За правильностью Ведения Поединка Судей Никого кстати не забывает И те кто отбивает время На гонге И врачей В общем всех-всех Мне очень интересно Как организаторы этого боя Выкрутились Из своего положения 12-ти раундовый бой Он Как правило Вот эта формула 12 раундов Действует только При чемпионских боях Но это не официальный Чемпионский бой После того как Джордж Форн Был лишен Титула Чемпиона мира Он был назван Газетами Журналами Поклонниками Просто Народным чемпионом Потом Всемирный боксерский союз Признал его Чемпионом мира Но Дело в том Что Этот бой Не проходит Под эгидой Всемирного боксерского союза Так что Это чемпионский бой Но неизвестно По какой версии Си свой церковный хор Вот Эдакие Духовное песнопение Большой Джордж Двигается к рингу Большой Джордж Да Тяжеловато И далеко Не элегантно Входит Большой Джордж В ринг Все таки Скоро 50 Мировом боксе Было много И есть еще Много дутых величин А дутая величина Это То что никогда не касалось Джорджа Формана Он всегда был настоящим Комиссионерам Нью-Джерси Комиссионерам Нью-Джерси Время Комиссионерам Самый высокий процент нокаутов среди всех тяжеловесов. Правда, однако, и карьера его длится уже даже трудно сказать, сколько лет. Ведь он стал чемпионом Олимпийских игр еще в 68-м году, приехав в Мексику с 18 любительскими боями. Рефери тоже высоченный. Честно говоря, разнять двух таких огромных бойцов, как Форман и Савариз, человеку средний комплекс и вряд ли удастся. Сразу хочу вас предупредить. Пусть вам не покажутся смешными некоторые движения Формана, пусть вас не обманывают его медлительность, его толстый живот, его вроде бы неуклюжий шаг на ринге. Кто смотрит программу «Большой ринг» помнит, что случилось с чемпионом.